Солнцевский суд Москвы Солнцевский суд Москвы Три с половиной часа позже плана Пассажир задержался Все это время пилоты провели на борту, ожидая его Эксперты полагают, это и могло сказаться на скорости их реакции А также на принятии решений Когда на взлетно-посадочной полосе они увидели препятствие Снегоуборочную машину Тем не менее, привлечь их к ответственности невозможно Дело в том, что в инструкциях французских пилотов В отличие от российских, нет рекомендаций Как вести себя в случае обнаружения посторонних объектов на пути К слову, уголовное дело во Франции все же завели По статье «Непредумышленное убийство» В России этим резонансным делом Также занялись вплотную В ходе расследования арестовали Ведущего инженера аэродромной службы Аэропорта Владимира Леденева Водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко Диспетчера-инструктора Александра Круглова И диспетчера-стажера Светлану Кривсун Сейчас она уже проходит по делу Лишь в качестве свидетеля Под домашний арест тогда отправили И руководителя полетов Внукова Романа Дунаева Работники аэропорта во всем винили неисправный локатор Который, с их слов, уже давно работает с перебоями И не предоставляет точных показаний А иногда выдает фантомные объекты Эти метки, да, и что они есть, что их нету То есть они есть на локаторе Но я показываю, что визуально Достаю телефон и начинаю снимать Взлетно-посадочную полосу Там ничего нет Следствие, правда, установило Причина крушения самолета Столкновение со снегоуборочной машиной Которая несанкционированно выехала На взлетно-посадочную полосу Тем не менее, в сентябре 2015-го Главный обвиняемый по делу Водитель Владимир Мартыненко Вышел на свободу Мы поужинали, сходили на прогулочку Проверка прошла И мне сказали, что собирайтесь с вещами Куда, что, чего Когда стали уже документы оформлять Уже на выходе Сказали, что вас до суда освобождают Остальные фигуранты дела Тоже покинули места содержания под стражей Правозащитники назвали этот случай беспрецедентным